Всем привет, друзья! Даже самый дисциплинированный, ответственный автомобилист не сможет не согласиться, что наличие радар-детектора в автомобиле зачастую является необходимым. Ведь камеры видеофиксации очень любят ставить в самых неожиданных местах. Зачастую данная камера там даже и не нужна. Вернее, конечно же, нужна, ведь своими штрафами мы пополняем бюджет. А из бюджета пополняется чей-то карман. Но это совсем другая история. Поговорим мы с вами все же о том, как штрафов с данных камер избежать. Итак, у меня сегодня на обзоре радар-детектор от компании Fujita. Модель данного детектора называется Magno Wi-Fi. Разумеется, данный прибор сигнатурный, так как в 2021 году покупать несигнатурный радар-детектор это все равно, что копать огород палкой. Ведь когда у радар-детектора отсутствует сигнатура, мы будем слышать оповещение абсолютно от всего. От проезжающих рядом машин, у которых стоит радар-детектор. От автоматических дверей, которыми оснащены супермаркеты и заправки. И от многого-многого другого. Давайте откроем коробку, посмотрим, что же у нас находится внутри. Само устройство у нас упаковано в пакетик. Устройство достаточно компактное. Как вы видите, оно занимает примерно половину моей ладони. Для сигнатурного детектора вполне достойный результат. Покрытие здесь из софт-тач-пластика. Держать в руках удобно и приятно. В верхней части расположены четыре физические кнопки. У них отсутствуют какие-либо люфты. Нажатия четкие и понятные. На устройстве мы можем увидеть выход microUSB для обновления прошивки. А также разъем питания. Ну и, разумеется, колесико, которое регулирует громкость оповещения. А также выключает устройство. Что самое главное, компания Fujita предусмотрела для своего радар-детектора возможность обновления по Wi-Fi. То есть нам не нужно нести детектор домой, чтобы его обновить. Достаточно всего лишь установить на телефон приложение, соединить его по Wi-Fi с магной и продолжать пользоваться. И на самом деле, хочу вам сказать, что это очень неудобно. На такого рода обновления вы потратите значительно меньше времени. В любой момент, когда вы вдруг вспомнили, что забыли его обновить, открываете приложение, подключаетесь, обновляете и ездите дальше. Продолжим дальше по комплектации. Инструкция по настройке. Руководство пользователя. На них останавливаться подробно не будем. Я думаю, сами все почитаете. Комплект крепления. Крепления классические для радар-детекторов. Это две небольшие присосочки. И металлический кронштейн. Практически любой человек, который пользовался радар-детектором, у него было именно такое крепление. Так как данное крепление стоит практически на 99% подобных устройств. Достаточно длинный провод с адаптером для питания, который оснащен еще и портом для USB. Если у вас всего одна розетка в автомобиле, помимо того, что у вас будет подключен радар-детектор, вы еще и можете зарядить телефон, запитать видеорегистраторы, а также любые другие гаджеты. Длина провода здесь 3 метра. Этого более чем достаточно для скрытого подключения устройств. Если вы не хотите, чтобы у вас провода болтались перед глазами, вы можете его провести по стойкам и выпустить под потолком, закрепив там же устройство. Ну и еще у нас есть проводок для обновления прошивки через компьютер. Ну а теперь я предлагаю поставить данное устройство в автомобиль, покататься с ним и посмотреть, как его радарная часть будет реагировать на камеру видеофиксации. Поехали! Пробежимся по меню. Москва. Казахстан. Узбекистан. Кыргызстан. Россия. Всегда знал, что Москва это не Россия, а отдельное государство. Фильтр сигнатур. Чувствительность фильтра сигнатур. Режим пониженной чувствительности. Режим город. Диапазон К. Настройки диапазона К. Оповещение радиомодуля без звука. GPS оповещение без звука. В целом настройки очень обширные и установить их все можно без применения. Приложение непосредственно на самом устройстве. Снижайте скорость. Калибровка GPS скорости. X диапазон. Диапазон К. Лазерный диапазон. Диапазон стрелка. Контроль полосы. Контроль перекрестка. Муляж камеры. Возможно мобильная засада. Для каждого сигнала мы можем выбрать отдельный звук. Включить и выключить голос. Установить часовой пояс. И так далее. Ну что, поехали. Включаем устройство. Спутники поймал очень быстро. За это большой плюс. Впереди нас ожидает контроль средней скорости. Устройство оповещает нас об этом заранее. И, разумеется, оповещение у нас приходит по базе данных. Так как данные камеры не определяются радарной частью. Потому что они всего лишь делают фотографию на входе, а также на выходе из данного участка. На экране у нас отображается расстояние до начала контроля средней скорости. А также текущая скорость. Контроль средней скорости. 60. Муляж камеры. 60. Муляж камеры у нас также, разумеется, по базе данных. И приближаемся к выходу из контроля средней скорости. Все это время прибор показывал нам среднюю скорость. И пройдя данный участок без нарушения, Магна сигнализирует нам определенным звуковым сигналом. Сейчас на пути у нас будет кордон. Радар кордон. 40. Ну а теперь камеры контролирующие. Минаволь радар. Прикольно. Есть даже режим курантов. Впереди у нас опять кордон. Радар кордон. 40. Ну а теперь камера контролирующая перекрестка. Контроль перекрестка. 40. Вот такое вот вполне достойное устройство получилось у компании Fujita. Несмотря на вполне приемлемую цену для сигнатурных устройств, ложных срабатываний за время теста обнаружено не было. Дальность обнаружения камер здесь также на высоте, а база данных заранее предупреждает нас о тех камерах, детектирование которых не представляется возможным. Поэтому я считаю, что устройство вполне стоит своих денег. Брать можно, а с нынешними размерами штрафов даже нужно. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. Не забудьте оценить видео и подписаться на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok